Последовательность А1, А2, А3, А4 и так далее. И последовательность бета. Это числа B1, B2, B3, B4 и так далее. Давайте говорить, что альфа эквивалентна бета, если предел разности равен нулю. Это абсолютно понятное, простое определение. Две последовательности называем эквивалентными. Если, когда вы почленно вычтете из второй первую, получите последовательность, которая стремится к нулю. Ну, хотя я это уже и писал, на всякий случай, что это означает? Это означает, что для любого эпсилона больше нуля существует такое число К, что для любого Н больше, чем К, или больше равно, чем К по вкусу. У нас верно такое неравенство. Bn-n по металю меньше числа эпсилона. Вот определение того, что последовательность стремится к нулю. Согласны все? Отлично. Сейчас нужно сделать то, что мы сегодня, собственно, будем и не делали. Значит, а именно, нужно доказать, что альфа эквивалентна альфа. Нужно доказать, что если альфа эквивалентна бета, то бета эквивалентна альфа. Нужно доказать, что если альфа эквивалентна бета, и при этом бета эквивалентна гамма, то в таком случае что? Альфа эквивалентна гамма. Как только мы это сделаем, получится, что мы действительно разбили все фундаментальные последовательности на атлас эквивалентности. Правильно? После того, как мы это сделаем, нужно будет договориться, что такое сумма, договориться, что такое произведение. На самом деле это очень легко. Сумма просто почленная. То есть альфа плюс бета, это будет вот что такое. А1 плюс б1, это первая часть пространства, А2 плюс Б2, второй, А3 плюс Б3, третий и так далее. Произведение то же самое. Это последовательность, n-ный член которой, произведение n-ных членов этих двух последностей. Все понятно? Но там вообще корректность. Да, конечно. А потому что прочастная. Труднее всего будет прочастная. Если для рациональных чисел это было просто легко, то здесь это будет некоторое вполне серьезное упражнение. Последовательность разности альфа и альфа, это будут одни нули. Но не ясно, что последовательность, которая стоит из одних нуля, у нас стремится к нулю. Очевидно? Да. Так, первое доказательство. Второе. Когда альфа эквивалентна на бета, то получается, ну вот здесь, b-n-a-n, наоборот, получается просто наоборот. А здесь модуль, так что... Ну, не плеваю. Отлично. Вот это вот просто перепишу. Это то же самое, что... Ну, то есть, в последовательности гамма, это будет c1, c23, так же понятно. В предел b-n-a-n-a-n-a-n-a-n-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a-n-a. Cn-Bn плюс bn-Bn минус an. Он тоже будет равен 0, так как в пределе вот это равен 0. То есть фактически мы в пределе ничего не добавляем. А вот этого и так 0. Это не ничего, а добавляем бесконечно малую величие. Последовательность, которая стремится к нулю, называется бесконечно малая последовательность. Ну и, соответственно, это то же самое, что, понятно, предел. Сверяна минус аверяна, то есть она нуберна. Спасибо. Ну, по сути, конечно, вы правы, но вы говорите про пределы, словно мы уже совсем-совсем к ним привыкли. На самом деле, на первых порах изучения... Еще раз, по сути, вы правы, безусловно. По сути, вы правы, на первых порах лучше стараться обойтись без этого, потому что иначе всегда есть опасность запутаться в румных новых словах. Значит, посмотрите, что можно было сделать, если бы запретить себе говорить самого предела? Кто-нибудь может просто сказать то же самое, что он сказал, но каким-то... Посмотрите, значит, что ему на самом деле нужно оценить? Ему нужно оценить сэн-э минус сэн-э. Вот, конечно. Конечно. Ему всего лишь надо было написать вот такое неравенство. Как это неравенство к ягодке называется? С треугольника. А дальше надо было написать, что с некоторого места эта величина станет меньше, чем эпсилон пополам, и с некоторого места эта величина тоже станет меньше, чем эпсилон пополам. Согласны?